Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru У нас наконец-то пришел продукт Toyota, который я лично ждал. Это клет 10. Это Toyota Gezo Racing. Пришел всего лишь один вид. 0W30. 20-литровых федер пришло 27 штук. Это одна палета 4-литровых. Канистр пришло всего 30 штук, не коробок. А литрушек пришло всего 48 штук. Причем из всего этого уже 1 третья часть примерно продана. По крайней мере, по двадцаткам 12 штук уже проданы из 27. По предзаказам, потому что люди ждали специально по несколько месяцев, пока продукт придет. Как ни странно, он оказался популярным. Не знаю, с чем это связано, потому что я лично думал, что это очень низший продукт. И мы брали его просто потому, что мне это очень хотелось давно. Так вот, Toyota Gezo Racing. Это спортивное подразделение концерта Toyota, Toyota Motor Company. Они занимаются спортом, спонсируют различные команды. У них есть собственные команды, которые участвуют в разных формулах. Раньше они назывались TRD или Toyota Racing Development. Сейчас они называются Газу Racing. Давно уже TRD не существует в компании. Хотя еще встречаются тогда шильдики. Шильдики GR вы часто видите на новейших автомобилях Toyota, в частности на Камрюхах, которые приспортивлены, якобы есть шильдики GR. Продукты специфические, еще раз напомню, они в Японии производят под брендом GR продукты, заказывают, вернее, у EMG 0W16, 0W22 вариант. У них есть StarCode, есть вариант Endurance и 0W31 вариант. Всего лишь это вот, как раз, который вы видите перед собой. Он производится на заводах EMG. Это заводы, которые сейчас принадлежат Enneos Holding. Пожалуйста, не путайтесь с тем Enneos, с корейским, который мы с вами покупаем в России. Это совершенно две абсолютно разные вещи. Вот, производят его заводы EMG. В частности, конкретно данный продукт производит завод в Цуруме, в префектуре, которая находится у них у EMG. Три завода больших. Цуруме, Негеши и ВК Яме. Вот тот, который в Цуруме производит данный продукт. У него своя маркировка, она очень простая, по-европейски. Видите, 22-й год, 10-й месяц, 28-е число. Если перейдете на нижнюю сторону банка, посмотрите, здесь есть аббревиатура. Вот как бы не уронить. О, стоит дорого. Здесь есть аббревиатура GP, это Japan Pale. Делает канистру самую. И дальше идет у нас число. Производство самой канистры это 22-й год. Первая цифра, второй X это 10-й месяц, 25-е число. То есть в 22-м году, когда произведена канистра, в 10-м месяце, 25-го числа. А разлит продукт, соответственно, в 22-м году, в 10-м месяце, 28-го числа. Внизу TG, это Toyota Gazoo. Чтобы было понятно, для кого они делают, для кого маркируют. 4-х литровые канистры производятся, вернее, поставляются в таких же обычных коробках, как и стандартные. Еще раз напомню, я делал отдельное видео, полноценное, по разбору коробки. Давайте сейчас я. Перевернули на любой японской коробке. На оригинальной обязательно есть дата производства самой упаковки картонной коробки. В данном случае, видите, внизу такой печать. Здесь есть обязательно указание, что за продукт и так далее. Сама банка, она стандартная. Такая же абсолютно, как любые продукты, которые делает завод Нагао Сайкан. Про это я тоже рассказывал уже миллион раз. Завод производит тару Нагао Сайкан с Вакаяма, который находится в префектуре. Дата производства 22-й год, 8-й месяц, 25-е число. Ти-джи, еще раз напомню, это Тойота Гэзо, чтобы было понятно. И литровые канистры стандартные. Такие красивенькие. Литрушки тоже. Обычно стандартные канистры, которые типичны. Консервы называются по-другому еще. Вот, таким вот образом. МСДС-ку я размещу в описании к этому видео. Она есть на официальном сайте Тойота. Вы можете сами ее скачать, но единственное, что на японском языке. Там особо никаких параметров нет, потому что продукт специфический. И ничего там особо не указывают. Не расшифровывают. Единственное, температура застывания, минус 47,5 градусов. Температура вспышки от 200 до 400, 1. Ну, в общем, Ти-джи, нормальную вы на такой продукт никогда не получите. Потому что этот продукт такой, знаете, овеян ореолом таинственности в Японии. Поэтому вот там есть несколько, конечно, естественно, на сайте она официальном размещена. Но там данные только поверхностные, больше по безопасности. Вот. Что касается этого продукта, куда его можно использовать, везде, где предписан 0W-30. По допускам сразу определюсь с этим. Это очень важный момент. Здесь не указаны допуски вообще никакие. В принципе, на канистре ни по Илсаку, ни по Джасу, ни по чему вообще, в принципе. Вот. И не по IPI. Ну, по сути дела, это продукт, который предназначен только для определенных автомобилей. Это прописано в мануалах конкретно машинам в Японии. Поэтому использовать нужно, естественно. Следуя своему мануалу, продукцию эту не делать никаких экспериментов. Своими автомобилями ваш автомобиль не станет спортивным. Более, если вы используете продукт, который для него не предназначен, это может усугубить ситуацию с работой ДВС. Поэтому использовать данный продукт нужно с умом только там, где он необходим. Спортивным автомобиль он не сделает никакой. Про цену, про характеристики, про качество данного продукта. Конечно же, естественно, продукт по своей ценовой категории немножко завышенный за маркетинг. Само собой разумеется. Потому что это маркетинг, это большие вложения. Но Газо Рейсинг в Японии это лицо Тойоты. Это имидж Тойоты, это то, на что Тойота тратит просто колоссальные деньги. Поэтому, конечно же, естественно, они к этому продукту будут предъявлять повышенные требования в плане именно контроля качества продукта многократного на заводах, которые производят на EMG и так далее. К нему предъявляется повышенное внимание. Потому что это, еще раз подчеркну, имидж Тойоты. И, конечно же, они не могут позволить себе, чтобы продукт Газо Рейсинг какие-то проблемы вызвал у потребителей, которые его покупают. Поэтому, само собой разумеется, они все делают четко. Как любит говорить мой друг Абдулай из Махачкалы. Вот, они все делают четко. Думаю, что к этому продукту не придерешься в любом случае. Поэтому можно смело его использовать. Еще раз напомню, используйте там, где это необходимо. Не нужно заливать его в те автомобили, для которых он не предназначен. На этом все. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики. Все контакты в описании. Всем пока.